Обращаясь в окошко к дежурному, я говорю, ну так и так, мошенники 2,5 миллиона. Сразу все в смех. Вот все, кто был, сразу в смех. Ну и пошло, заявку не подавали, уже отменить ее нельзя в телефонном разговоре, нужно непосредственно ехать в банк. Так как был звонок от вашего имени, были предоставлены персональные данные, паспорт, кодовое слово. Нужно ехать в банк, все это делать, сотрудников ловить, мошенники, все, нужно ехать. В течение какого времени вы сможете приехать, потому что это нужно вот сейчас срочно все это делать. Ну в течение часа там вот в отделение я подъеду. Пока я еду в такси в отделение банка, поступает, значит, звонок с городского номера телефона уже. Вот запомнил, наверное, всю жизнь. 30-40-72. Представляются сотрудникам МВД, значит, говорят, что от банка, да, было получено заявление о мошенничестве, да, вот сейчас он готовит заведение уголовного дела. Что у вас там с банком случилось, туда-сюда. Будем работать. Хорошо. Я подъезжаю к отделению банка, значит, и все это время на связи. Постоянно мне звонит вот этот уже якобы специалист банка. Вот вы как приедете, вы сразу не заходите. Я тут получаю инструкции, тут от системы безопасности, что надо делать. Тут нужно всех, значит, проверять. Все это, ну, будете там брать, к специалисту подойдете, там, будем смотреть, как себя поведет. Там, может быть, сотрудники какие-то там себя как-то странно поведут. Значит, и мы будем смотреть по камерам наблюдения, и вы там, если что, присмотритесь. Я говорю, ну, хорошо. Зашла в банк, взяла, ну, талончик, электронная очередь. Пригласили меня, значит, в окошко. Я первый раз, на самом деле, такого специалиста в банке встречаю, который очень живый. И про внешность, да, открыв паспорт. Ну, в паспорте немножко другая фотография, нежели я сейчас выгляжу, да, она, ой, и вам так и хорошо, и вы так это, и такая активная. Ну, вот этот специалист начинает, а зачем вам, ну, 700, может быть, вам 2 миллиона надо? Может быть, там, кому-то там, брату, сестре, маме, там, может быть, нам что-то перевести? И вот так она вот как-то свободно разговаривает. Я говорю, да нет, 2 миллиона, слишком много, не надо. Ну, параллельно, вот, мне, говорю, предлагают там 2 миллиона взять. Мне пишут, берите, посмотрим, как она себя будет вести, значит, этот специалист. Я говорю, ну, давайте 2 миллиона. Я тут передумала буквально за минуту, да, мне нужно 2 миллиона. Она мне еще не отдала все документы на руки, уже пришли деньги на расчетный счет мой, да, там уже и страховка ушла, и вся эта. Ну, все, 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 до свидания, как только денег пришли, документы дала, она сразу от меня объяснила, ну, все, до свидания, все, всего доброго. Я вышла с отделения банка, значит, ну, написала в переписке, что все, я вышла, все. Следом мне звонит опять сотрудник МВД, говорит, ну, все, там, вы ничего там не заметили, там, подозрительного в сотрудниках, там, в поведении. Нам вот сейчас передали записи с камер видеонаблюдения банка, мы сейчас все просмотрим, все выясним все это. Ну, я уже начинаю достаточно нервничать, меня не покидает чувство, что меня уже где-то в каком-то месте обманули. Я, естественно, как это, да, загуглилась, номер телефона мне пишет, принадлежит управлению МВД по Волгоградской области. Думаю, ну, значит, да, значит, все нормально. Следом мне перезванивает сотрудник банка и, значит, говорит, ну, вот нам нужно сейчас все, все, спасибо, все, вы сделали, молодец, теперь нам нужно с вами, да, срочно погасить этот кредит. У вас телефон поддерживает функцию бесконтактной оплаты? Я говорю, нет. Вам нужно приобрести телефон с функцией NFC. При этом, знаете, вот не отпускали с телефона вообще. То есть вот постоянно на телефоне он звонит, сейчас я вам перезвоню через минуту, через минуту перезванивает, да, и опять начинается вот этот разговор. Езжайте туда-то, скинул мне адрес, значит, Ворошиловского торгового центра, там ДНС, купите там телефон, там телефон захотите оставите себе, захотите это все, все там компенсация, то есть все как бы это нужно. Все лимиты сняли по снятию наличных там, чтобы все это так, вот здесь одну сумму снимаете, кладите, вот, значит, одну карту, один счет привязали, кладите сюда, вторую сумму кладите. И все это время там, вот, на звонки не отвечайте, сейчас ваш номер, телефон, так как было нарушено, значит, персональные данные конфиденциальные, сейчас ваш телефон проходит там какую-то дополнительную систему безопасности. Все, спасибо, все, езжайте домой, я вам сейчас еще получу дальнейшие инструкции, завтра, да, там, вам нужно будет в отделение банка подъехать, получить документы о закрытии кредита, да, все, там, это, я захожу в личный кабинет, да, ВТБ онлайн, у меня висит этот кредит, да, кредитка, я, естественно, ему пока еду домой, продолжаю писать, что, ну, в личном кабинете все висит, ну, начинается там, вот, сейчас это все у вас пропадет, вот, вот, сейчас техспециалисты этим занимаются, туда-сюда. Ну, я села на лавочку около дома, ну, вот так я позвоню на горячую линию банка ВТБ уже. Я говорю, девушка, ну, личный кабинет не работает, как так? Ну, не работает не только у вас, не работает у всех, потому что проводятся регламентные работы. Ну, потом мне все-таки позвонила мама, я уже поняла, что меня уже обманули, соответственно, обратилась сразу в отделение полиции районное. Ну, в итоге следователи, ну, как следователь, дежурные, взяли показания, дали, вроде бы, ну, уведомление, что заявление приняли, сразу спросили, как же я буду, ведь найти их невозможно, вот, будет ли заведено уголовное дело, неизвестно, что это, нет, есть ли вообще смысл, что, типа, смысла нет, как же вы будете платить, а так получается, что, как бы, тут еще и ипотека у меня, да, то есть, и я тоже думаю, и мне оформили кредит с ежемесячным платежом больше, чем моя ежемесячная заработная плата. Сейчас кредиты выдают, ну, просто на словах. Вот, главное, есть паспорт и человек, у которого фотография схожая с паспортом. А что я там скажу, какой у меня доход, да, то есть, это, по сути, получается, уже никому не важно, есть ли у меня этот доход, смогу ли я платить, то есть, я так понимаю, банк в любом случае получит свои деньги. На горячую линию звонил, говорю, ну, как? Ну, вы идеально подходите под условия кредита. Вам больше 18 лет, вы имеете заработную плату более 15 тысяч рублей, и стаж работы более года. Вы идеально подходите под условия данного кредита. Ну, от полиции я так ничего не знаю, где что находится. Хорошо, что мне дали уведомление, что мое заявление зарегистрировали, хоть что-то есть. Я не знаю, завели ли уголовное дело. Я не знаю, как мне дальше вообще, по какому пути идти. То есть, это зависит от того, завели ли уголовное дело. Я разослала обращение с просьбой о помощи, обратить внимание как-то. Я не отказываюсь от обязательств. Я в данном случае, ну, тоже, где была моя голова, когда я это все... Ну, всякое в жизни бывает, да. Вроде бы и прокуратура в курсе. Вроде бы и следственный комитет в курсе. И, ну, полиция само собой. А по итогу ничего.